В королевской семье родилась красивая девочка. Она была бела, как снег, и за это ей дали имя Белоснежки. Но ее мать, королева, сразу после этого умерла. Через год король взял себе другую жену, гордую и надменную. Она терпеть не могла, когда кто-нибудь превосходил ее красотой. Было у нее волшебное зеркальце, смотрясь в которое, королева спрашивала, кто красивее всех в стране. И зеркало отвечало, что красивее нее никого нет. Но когда Белоснежке исполнилось семь лет, зеркало вдруг ответило ее мачехе, что падчерица в тысячу раз превосходит ее красотой. Королева, позеленев от зависти, решила погубить Белоснежку. Она приказала егерю отвезти девочку в лес и убить там. Егерь сжалился над Белоснежкой, оставил ее в лесу, а королеву обманул, сказав, что выполнил ее приказание. Скитаясь по лесу, Белоснежка вдруг наткнулась на маленькую избушку, где жили семь гномов. Гномам очень понравилась красивая девочка, и они приютили ее у себя. Тем временем зеркальце продолжало говорить злой мачехе, что красивее всех Белоснежка, а не она. Королева поняла, что падчерица жива. Она переоделась старой торговкой, накрасила себе лицо, так что и узнать ее было нельзя. Пошла в лес, разыскала домик гномов и стала предлагать Белоснежке купить шнурок на платье. Гномы как раз ушли на работу – добывать руду в горах. Белоснежка впустила мнимую торговку в дом. Мачеха под видом примерки зашнуровала платье девочки так туго, что она задохнулась и замертво упала на землю. Королева скрылась, а Белоснежку едва спасли вернувшиеся гномы, которые вовремя успели расшнуровать платье. Королева тогда явилась переодетой в лесной домик второй раз и уговорила Белоснежку взять у нее отравленный гребень. Девочка стала расчесываться гребнем, и яд едва не погубил ее. Белоснежку вновь спасли гномы. Но мачеха пришла к ней в третий раз и дала ей отравленное яблоко. На сей раз гномы не успели помочь съевший кусок яблока Белоснежки. Она умерла. Гномы, не желая закапывать такую красавицу в землю, сделали для нее стеклянный гроб и положили его на горе. Раз мимо проезжал один королевич, он влюбился в мертвую Белоснежку и упросил гномов отдать ему ее тело вместе с гробом. Слуги королевича понесли гроб, но споткнулись. От этого сотрясения из горла Белоснежки выпал кусок ядовитого яблока. Девушка открыла глаза, встала и вышла из гроба. Полной радости королевич тут же повез ее в отцовский замок, и они сыграли там свадьбу. На свадьбу приехала и злая мачеха Белоснежки. Королевич заставил ее надеть до красна раскаленные железные туфли и плясать в них, пока она не упала мертвой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова